Девушки отдыхают Который дольше недели не живет Продали, понимаешь, тюльпанчики Кто-нибудь кому-нибудь их подарил Они тут же засохли Нужно новые покупать Вот поэтому голландцы так хорошо и живут Кстати, о Голландии Наш следующий сюжет А-а-а Светке Соколовой А-а-а Уннайн-клайснице моей Зандам Небольшой городок в королевстве Нидерландов На главной площади стоит памятник Нет, не нидерландскому королю Русскому царю Петру Первому Триста лет назад Петр Первый приехал сюда инкогнито Простым корабельным плотником Как бы сейчас сказали На стажировку Поучиться уму-разуму Программа «Галилео» Отправила в Голландию и своего редактора Анну Куркину В национальной обуви Чтобы отличаться от местных Тупай И без интересных сюжетов Не возвращайся С чего бы начать? В путеводителе написано Вы не узнаете Голландии Если не заберетесь На одну из ветряных мельниц Придется изучить вопрос Как Петр в свое время Изучал корабельное дело Благо вокруг Заандама Этих мельниц столько Что никаких Дон Кихотов не хватит На одну из них Анна и решила устроиться В качестве подмастерья Мельник Пит Лишним рукам всегда рад Особенно если работник Готов трудиться Из любви к искусству И сходу стал знакомить Анну с новой профессией Наш редактор был готов К любым неожиданностям Но то, что мука окажется Красного цвета Такое даже в Галилео не видели Пит предлагает Рассмотреть порошок поближе Какой пекарь отважится Готовить из этого цветного порошка Не будем больше Морочить вам голову На этой мельнице Изготавливают не муку А краску для художников Причем по старинным рецептам Как во времена Рембрандта Чем же писал Свои полотна Великий голландский мастер Красный порошок Это осколки глиняной посуды И старая черепица с крыш Из которой Пит Делает краску цвета Карракоты Ну а тяжелые жернова Этой мельницы Как и сотни лет назад Вращаются только за счет Силы ветра Как же устроен этот гигантский Ветряной двигатель Сейчас Пит все покажет Но сперва Надо подняться на крышу Даже хозяин ходит по этим ступеням В деревянной обуви Не зря наша Аня Переобулась в лапти Чтобы мельница Работала в полную силу Ее крылья Должны быть направлены Навстречу ветру То есть Строго перпендикулярно Воздушному потоку Но что делать Если ветер дует В другую сторону Когда-то Это было большой проблемой Мельницы Ставили на столбах И когда ветер Менял направление Мельник Навалившись Со всей силой Разворачивал ее Как избушку На курьих ножках К лесу задом А к ветру передом Так было до тех пор Пока практичные голландцы Не предложили свою конструкцию Разворачивать не всю мельницу А только ее крышу Как раз это И собирается сейчас Проделать Пит Но сначала Крылья мельницы Нужно остановить Для этого есть Ручной тормоз Знал бы Дон Кихот Что все так просто Не наломал бы дров И копий А теперь, Анна Иди сюда Будешь помогать Нужно затянуть Крылья парусины Плотной Холщовой тканью Расправляя Или убирая паруса Мельник Как капитан корабля Управляет Силой ветра Для надежности Веревку нужно Несколько раз Обернуть вокруг балки И завязать Восьмеркой Вот так, Анна Смотри Такой узел Будет потом Легко распутать Ну вот Теперь получилось Паруса закрепили Можно разворачивать Мельницу Чтобы жернова Снова могли Перетирать краску Как? С помощью вот этого руля Только крутить его надо Не руками А ногами Такую работу Иностранным гражданам Не доверяют И Пит Все сделает сам Право руля И крыша Поворачивается На несколько градусов Все Достаточно Теперь мельницу Нужно спустить С тормозом Еще раз Со всей силой Дернуть вниз Вот за эту лебедку Ну что, Анна Справишься? Раз-два Взяли Да Лапти Обувь Удобная Но скользкая Ничего Главная мельница Снова заработала Осталось только выяснить Как легкие крылья мельницы Раскручивают Тяжелые жернова Под крышей мельницы На одной балке Вместе с лопастями Вращается большое Деревянное колесо Своими зубчиками Оно цепляется За зубчики Колеса поменьше И поворачивает его А вместе с ним Начинает крутиться Еще один вал Его называют Королевским Он на мельнице Самый главный С помощью Уже знакомых нам Зубчатых шестеренок Он приводит в движение Каменные жернова Мельницы А вот как выглядит Эта коробка передач Вживую Такое ощущение Что мы попали Внутрь Гигантских часов Но вернемся К нашему подмастерью Пит Собирается показать Анне Как раньше Готовили масляную краску Кстати Изобрел ее Еще один знаменитый Голландский художник Ян-ван-эйк Глиняный порошок Пит высыпает горкой Как муку А затем Добавляет Немного льняного масла И еще пару капель Спирта Иначе краска Получится Слишком вязкой Теперь Все это нужно Растереть До однородной массы Делается это Как и сотни веков назад Вот таким Притирочным камнем Курантом Теперь твоя очередь Анна Нет Так ты краску не разотрешь Смотри еще раз Камень нужно слегка приподнимать А потом силой опускать Пробуй еще раз Вот так уже лучше Теперь краску нужно собрать И упаковать в тюбик Пит набивает его плотно Как свою курительную трубку Если внутри останется воздух Краска может засохнуть Ну вот готово Держи Анна Это тебе за отличную работу Ну что же Пора добавить краски И в этот серый Голландский пейзаж Подняв флаг Галилео Все Можно передохнуть Пока дует ветер Надо работать Так что берись, Аня, за лопату Будем готовить новую партию краски Впереди Анну ждали новые открытия и приключения Впрочем, это уже совсем другая история Именно в Голландии В стране с, мягко говоря, свободными нравами Существует город Гаага Где находится Международный суд по правам человека И Международный уголовный суд Международный суд